Всем здарова народ, с вами Сноя Медрик и мы начинаем новую карьеру, но уже за английский клуб, за клуб Манчестер Сити. Самые дешевые игры, ключи, игровая валюта и другие цифровые товары только на плате. Именно здесь ты найдешь любой товар по цене ниже чем у других. Этот магазин я советую лишь только по одному поводу, то что я тут всегда закупаюсь. Если ты тоже хочешь купить выгодно и без рисков, то совет уберите по ссылочке в описании. Манчестер Сити основан был в 1880 году и, ребята, я решил, что этому клубу пора уже выигрывать новый трофей. Тем более, что последний трофей был в 2012 году. Тогда они выиграли КПР со счетом 3-2 уже в добавленное время. Ну и у нас огромный трансформный бюджет в размере 150 миллионов, так что это клуб, который в принципе является топовым. Плюс еще финансирование классное, так что, ребят, новая карьера стартует прямо сейчас. Наш тренер будет родом из США, будет выглядеть вот так вот. И, ребята, давайте приступим к настроечкам. Будем играть на легендарном уровне, как и всегда, составы последние, а Еврокубки мы, конечно же, поставим в первом сезоне. Ну и сначала нужно жеребьевку нормальную сделать, да, вот так вот, пойдет вполне. Мы будем в одной группе с ЦСК, Андерлехтом и Монако. Ну и, ребята, давайте стартовать. Стартуем новую карьеру и, надеюсь, она принесет много нового и интересного. Ну а вы можете сейчас предлагать свои трансферы, у нас ведь есть даже денежки. Ну и мы обязательно сыграем на предсезонном турнире. Лишь только из-за одного повода, то, что мне нужно просто потестить мой состав. Раскидаем тренировочки. Первым, кто будет тренироваться у нас, это будет Габриэля Джезус. Вторым человеком, кого я буду тренировать, это будет Лерой Сане. Третьим будет, конечно же, Александр Зинченко. Что ж, качать ему обязательно нужно дриблинг. Это прям 100%. Потому что этот парень у меня иногда будет выходить. Так, а что касается центральных защитников, то тут все легко и просто. Здесь будет Стоунс. Из вратарей будет тренироваться у нас Эдерсон. Он является сейчас основным голкипером. И я, ребята, собираюсь его прокачивать. И нам тут поставили задачу заработать 200 миллионов на реализацию футболов с фамилиями игроков. Я думаю, мы сможем это сделать. Нужно будет искать игроков для покупки. Да, есть у нас деньги, но, к сожалению, пока я не знаю, кого покупать. Но думаю, что в будущем я решу. Ах, да, я же взял увеличение бюджета. Теперь у нас 240 миллионов. Надеюсь, не спустить эти деньги в трубу. Ну и тут Миловал хочет взять у нас игрока в аренду. Давайте, ребята, дадим игрока. Ну и так как серия пилотная, вас ожидает сегодня только два матча. И два матча вот в этом предсезонном кубке. Так что сейчас мы будем играть по СЖ. Заодно посмотрим все свои слабые стороны, все свои сильные стороны. Я надеюсь, что сильных будет больше. Ну и выберем состав на этот матч. Лерой, со мной, будет играть у нас слева. Справа будет играть Стерлинг. И да, я уже нашел эту слабую сторону. Это Делф. Ну и погнали играть. Легендарный уровень, конечно же, установлен. И сейчас будет интересно. Играем в паспортную погоду. Надеюсь, это не будет создавать нам сложности. Так что, вперед! Вперед, Манчестер Сити! Вперед к победе! Предсезонный кубок Манчестер Сити ПСЖ. Да, ребята, все по-новому. Все по-другому. Новый состав, новые команды и новая карьера. Но сразу объясню вам, ребята, что прошлая карьера за Реал Мадрид, которая сейчас вот идет, она не закончена. Она еще долго будет идти. Так что не беспокойтесь. Также еще продолжается наш проект из Днавы Литвов. Так что мы не заканчиваем карьеру за Реал Мадрид, не заканчиваем карьеру за Линкольн Сити. Ну, точнее, проект из Днавы Литу. Ну и, ребята, играем. Мы тут, вижу, основными составами. Выходит у них Неймар. Хотя не совсем основной состав. Только Неймар, по-моему, вышел из основы. Да и Кавани. Так, отличная передача на Сирхио Гуэро. И, ох ты, отлично сыграл тут Сирхио Гуэро. Еще бы чуть-чуть, чуть-чуть пождать. И как, как классно сыграл защитник Терлинг. Передача в центр. И добивание Сильвы. Какой гол! Вот это да! Давид Сильва. Забивает с левой ноги. Прям точнюхонько в 9. Ну, очень непривычно видеть его с такой прической. Но, ребята, он играет до сих пор так же топово. Как и до этого. Ну и какой гол. Вратарь тут просто завис. Агуэро. О, получает по ногам Сирхио Гуэро. И тут, конечно же, Маркинис не хотел так делать. Он хотел отобрать мяч. Но, увы. Кон Агуэро. Удар Сильвы! Это 2-0! Офигеть, что творит сегодня Давид Сильва. Ну, не зря его капитаном поставили. Я думаю, оставлю его капитанскую повязку. Парень заслужил. Парень молодец. Парень заслуживает то, чтобы его называли капитаном. Ну, отлично играет Сильва. Посмотрите на вот эти удары. Посмотрите на вот эту комбинацию. И как хорошо пробил Сильва. Офигеть. Нужно сейчас Стоунсу играть поаккуратней. Да, у Стоунса, конечно, ужас в защите творится. Он вообще ничего не может сделать. Я уже знаю, ребята, что Стоунс это все-таки не топовый защитник. Так, Стерлинг. Ну, это по воробьям. Санэ делает подачу. Окер. Ух ты. Так. Отличная передача на Санэ. Лерой, Санэ забивай! Это 3-1. Но неплохо играем сегодня. Если бы не пропущенный мяч, я бы сказал бы, что отлично. Ну вот, разыграли опять классную комбинацию. И Санэ тут просто пробил в ближний угол. Трап, конечно, ребята, такого не ожидал. О, передача в центр. Неймар, Кабани. 3-2. Да, в защите у нас просто катастрофа. Нужно менять защитника. Дэл все-таки это не защитник. Простите, ребят. Если кого-то обидел, не пожалуй уберем Стоунса. Ну и последняя замена это будет Агуэро. Уйдет, Джезус придет. Ну а так, ребят. Три замена сразу сделаны. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошая передача на Габриэля Джезуса. Габриэль Джезус с мячом. И... Ой-ой-ой. Ну и все, ребята, матч закончен. Счет на 2-3-2. Мы побеждаем в этом матче. И побеждаем. Ну, я бы сказал уверенно. Но все-таки вот эти два мяча. Серьезно, серьезно, ребята. Дали повод для опасения. Ладно. В принципе, наверное, хорошо сыграли. Но могли бы и лучше. Ага. Сорвалась, да? Значит, они насчет зарплаты не договорились. Ну, бывает. Бывает. Давайте сейчас же я набросаю, в принципе, левых защитников. Да. У нас там проблемы. У нас там просто большие-большие проблемы. Один из самых интересных игроков на эту позицию, наверное, это Набиуллин. Да. Эльмир Набиуллин. 22 года. Рейтинг пока непонятен. Но, ребят, будем изучать. Будем изучать. Глядите. И сразу купим его. Ну, также есть Алаба. Есть Александра. Есть Марселла. Мало ли там что произойдет. Ну, и следующий матч у нас с Реал Мадридом. Реал Мадрид. Интересный клуб. Но я думаю, что они не выйдут основой. Хотя, все может быть. Алекс Ричардсон готов, наверное, к самому важному матчу за последнее время. Лишь только потому, что Реал всегда является топовым клубом. В любом случае. Так что, давайте приступим к этой встрече. И будем играть в дополнительной форме. В такой вот красивой. И будем играть вот этим составом. Так. Делфа я, наверное, ребят, уберу. В этом матче все-таки Минди выйдет. Данила будет находиться в запасе. Также в запасе будет находиться Зинченко. Во второй половине я, наверное, выпущу Зинченко. Смотря какой результат будет. Играем в плохую погоду. Гла на стадионе. И, ребята, вперед. Вперед к этому матчу. Реал Мадрид. Манчестер Сити. Ну и вперед. Приступаем к этому матчу. Конечно же, Реал Мадрид выходит не совсем основой. Но у них есть в составе Криро. Коногай Робьет. И какой гол. Офигеть. Вот это косяк, конечно, голкипера. Вот это косяк, конечно, именно голкипера. Мяч очень медленно летел. И мне кажется, можно было среагировать. Смотрите, на этот момент Лерой Санетт проорвался. Дал передачу на Дебрюне. Дебрюне пробил. И дальше пробивает Куна Гуэра. Который забивает. Да. Молодец. Молодец. Отлично пробил. И вратарь очень медленно реагировал. Ну и, ребят, может быть, даже если бы раньше выпрыгнул, вряд ли бы затащил. Так, так, так. Неплохо. Уокер с мячом на правом фланге. Уокер. Передача в центр. Уокер. Отличная передача на Дебрюне. Дебрюне. И тут пенальти надо назначать. Нет? Не было ничего? Ух ты. Ну, разве... Ну, ребят, ну как? Мы не можем остановить Криро. Ну как? Ну, это Роналду. Это Роналду. Хорошо играет Фердандиньо. Не дал Хакими тут распоряжаться мячом, как он хочет. Все-таки придется на вторую половину выпускать Зинченко и компании, и остальных. Кого-нибудь. Так, Зинченко точно выйдет на место Дебрюне. Все равно Дебрюне ничего полезного, в принципе, не сделал. Так, в опорную зону. Можно ли выпустить Гюндагана? Да, можно. Ну и вместо Стоунса выйдет компания. Ну, я думаю, все. Думаю, все. Посмотрим, что покажет Зинченко. Я просто, ребята, с большим интересом буду наблюдать за его игрой. Сергей Гуэр пасует на фланг. Бернардо Сильво. Выше ворот. Так, передача. И хорошо. Хорошо. Бензима тут, как всегда, не смог попасть. Хорошая передача на Уокера. Уокер тут разогнал атаку. И вот один на один просто выход. И Кун и Гуэр попадают в штангу. Марселло выходит. Да, выпускают они основу постепенно. Модрич. Модрич пасует на Роналду. Роналду. И опять бьет Роналду. Но тут Эдерсон на месте. Карвахаль выходит вместо Хакими. Ну вот она полностью основа уже вышла. Все. Я думаю, что сейчас они будут просто атаковать, ребят. Ну, намного активней. Подача. И Эдерсон. Молодец. Сергей Агуэро. Сергей Агуэро может пробить этот гол. 2-1. Вот так вот. Сергей Агуэро молодец. Не забил тогда в стопроцентной ситуации. Забил зато сейчас. Посмотрите на этот момент. Но никто не крыл Сергей Агуэро. Совершенно большой простор оставили ему. И как он классно тут забил. Никто. Никто не выпрыгнул, чтобы перекрыть удар. И Сергей Агуэро спокойно расстрелял галкипера. Компании. Пасует дальше на Куна Агуэро. И тут Куна Агуэро. Какую передачу дает на Бернарда Сильва? Бернарда Сильва с мячом. Тут Марселло. И я шел на пенальти. Признаюсь честно. Я шел на пенальти. Я видел, что Марселло не успевает и будет лететь в подкате. Да. Ну что ж. Еще 3-1 близок. А, можем сделать еще одну замену? Пускай выйдет стерлинг. Ну и давайте еще упустим тогда сразу Габриэля Джезуса налево. Просто так. Пускай там побегает. Пускай забьет Сергей Агуэро. Ну если сможет, конечно. Так. Оп. Красиво. Красиво. Забираем мяч себе. И радуйся. Но долго мы боролись. Долго мы боролись. Но в итоге смогли сделать счет 3-1. Ну это хитрик. Хитрик Сергей Агуэро приносит нам пока победу со счетом 3-1. Ну и все, ребята. Матч закончен. Счет на дабло 3-1. И лучшим игроком признан Сергей Агуэро. Тут 100%. Ну лично я так думаю. Ну-ка. Да. Сергей Агуэро 10-0. Ну и все игроки хорошо сыграли. Все. Единственное, что обидно, что Зинченко очень мало мячом распоряжался. Его просто закрывали. Да и как только получал мяч, сразу его отобирали. Ну и ребята, подошла у нас к концу первая серия. И надеюсь не последняя. Если вы хотите продолжения, прошу поддержать этот проект лайками. Давайте так. Все то же самое, что из карьеры за Реал. Тысяча лайков. И будет продолжение. Да. И будет уже 3 матча, как и в карьере за Реал Мадрид. Я постараюсь чередовать все карьеры и выпускать по очередности. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о видео друзьям, чтобы мы смогли набрать как можно больше лайков. В общем, с вами был Мадрид. Увидимся в следующей серии. Не забывайте предлагать свои трансферы. И пожалуй все. В общем, всем удачи. И пока-пока-пока. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok